Приветствую вас. Ну, во-первых, Анна, в первую очередь, наверное, что хочется и нужно выделить, это то, что явно вас задевает как-то вот тот факт, что человек вам спичит, явно вас задевает тот факт, что, ну, вам уделяет мужчина внимание, вот, явно вас этот факт задевает, и соответственно, если он вас этот факт задевает, то нужно в первую очередь спросить, себя, почему, спросить себя, почему меня это задевает, чем меня это задевает. Ну, понятно, что ваши проблемы не решатся, да, от того, что вы, там, будете вместе. Понятно, что, ну, над причинами ваших конфликтов, да, желательно работать. Это, на мой взгляд, это понятно. На мой взгляд, понятно, что нужно работать. Ну, потому что, ну, конфликты, они на ровном-то месте как-то не возникают, да, они возникают по другим причинам, они возникают не по причинам внезапным каким-то, да. Они возникают все-таки больше из-за каких-то изменений, которые начинают происходить между людьми, в отношениях между людьми, вот, и прочее. Поэтому этот момент, он даже не рассматривается, на мой взгляд, вот, но рассматривается другой момент, конечно. Например, например, рассматривается момент, связанный с тем, вот, какой вы склад вносите в ссору, да. Вот, и как, например, проявляется сейчас тот факт, что вам человека не хватает. На самом деле, это довольно важная, мне кажется, история для, вот, понимания ситуации. Мне кажется, это очень такой важный момент для понимания ситуации, вот. И, соответственно, с ним нужно работать, вот. То есть, соответственно, мне кажется, что с ним нужно разбираться, как минимум. Вот. Потому что, ну, совершенно очевидно, что вы, как бы, ну, вы до сих пор в отношениях находят, вот. Вы до сих пор, как бы, их, ну, переживаете, вот. Вы до сих пор их не отпустили. Плюс, плюс. Что я ещё увидел, это то, что вы склонны перекладывать на человека, вот, ну, в данном случае, на другого человека, ответственность за свои чувства, за свои желания, вот, за свой выбор, потому что вы говорите, что если, вот, ну, вы говорите, что если, если ты решил, то, значит, значит, ну, не пиши мне, если ты решил, но ведь дело-то не только в нём. Дело-то ещё, ещё, ведь и, и вас тоже, понимаете, вот. Ну, а то странно получается, что в отношениях вы вроде как, вроде как вдвоём, а ответственность несёт столько мужчин. Вот, ибо, ведь понимаете, каждый человек по-своему ответственность понимает, вот. И он, я имею в виду, мужчина, понимает ответственность вот так. То есть, как бы, это нехорошо и неплохо. Вот, он что-то видит это вот таким образом. Вот, и всё. Соответственно, на мой взгляд, что вам в этой ситуации нужно понять, что вас это задевает, определённым образом, что вас это вызывает некоторые чувства, вот, и вам с этими чувствами необходимо разобраться. Вот, а пока вы не разберётесь, вы будете, с одной стороны, страдать, с другой стороны, винить, винить человека. Вот, винить человека за то, что, ну, за то, что он делает, вот. Понимаете? И я вот честно скажу, да, я не думаю, я не думаю, что это прямо вот какая-то хорошая и качественная идея обвинять, например, человека в чём-то. Или, допустим, ждать, что он поймёт для себя что-то. Вот, то есть, вы этим, по сути, просто вгоняете себя, да, вот, вы просто этим, по сути, вгоняете себя, ну, в зависимость, в зависимость. Вот. Вот. По большому счёту. Вот. И в итоге, в итоге просто страдает. Вот. Поэтому, да, конечно, понятно, что тяжело вы переживаете расставание с нашими машинами. Вот. Понятно, что вам тяжело. Понятно, что как бы он пишет, теребит рану вашу, да. Это всё понятно. Вот. Ну, значит, вам нужно взять ситуацию в свои руки. Вот. Не ждать того, что машина сам как бы эту ситуацию решит. Потому что ему её может быть выгодно не решать. Вот. Ему может быть выгодно, что бы вы оставались в таком вот подвешенном состоянии. Вот. Ему может быть выгодно это. Может быть, он хочет, чтобы так было. Хочет, чтобы вы были в таком состоянии. Может быть, он считает, что так ему будет легче, безболезненно вас вернуть. Если он хочет это сделать. Вот. Но вам желательно определить, что вы хотите сами. Там если вы хотите с человеком в отношениях быть дальше, то вам, на мой взгляд, необходимо разобраться в причинах, по которым вы ссоритесь. Вот. Без этого, даже если вы будете вместе, да, если вы, ну, опять будете вместе, без этого, вам лучше, ну, без этого вам можно не сходиться. Просто. Потому что никакого в этом смысла вообще не будет. Вот. Ибо все проблемы, которые у вас были, они постараются у нас. Вот. Если вы ничего не сделаете для того, что бы ссор не было. Ну, вы можете что сделать. Вы можете сделать, например, тот же анализ. Ситуации. Вот. Чтобы понять, вообще, из-за чего начались конфликты между вами и молодым человеком. Вот. Потому что, я повторюсь, на ровном месте, да, вот, на ровном месте конфликтов не было на ровном месте. Если они появились, значит, было, ну, были какие-то, вот, предпосылки. И мне, соответственно, соответственно, кажется, кажется, что очень важно разобраться с тем, какие были предпосылки. Предпосылки. Что они из себя представляют. Эти самые предпосылки. Вот. И, возможно, возможно, какой вы, допустим, внесли вклад в формирование ссоры. Эм, вот. Так вот, я думаю, можно, эм, в целом, вам ответить. Я надеюсь, что, эм, вам это было полезно. Если вам мой ответ понравился, то я буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.